Эти кадры сняли жители Крымска, спасаясь от наводнения на крыше многоэтажки. После трагедии прошла неделя. Вода ушла, и на этом месте жители улицы Вишневой готовят еду, прямо у своих подъездов. Людей больше мучает информационный голод. Крымск тонет в череде слухов и лжи. По новостям врут постоянно, вот о чем говорят. Сказали, сколько? В Крымском районе 170 жертв, в Баканке 500. У нас 3000 справок о смерти только было заказано дня два назад в паспортом столе. А по телевизору сказали, что 157 человек в Крымске утонуло. И вот пацаны рассказывали, знакомые к ним подходили, говорят, если мы вам сверху дадим по 20 тысяч, вы скажете, что мы вас оповещали о наводнении. Они отказались. Так можно было с ними. Официальные цифры сильно отличаются от неподтвержденной информации, в которую жители края почему-то верят больше. Значит, по нашим данным, число погибших 171 человек. Все какие-то иные разговоры о большом количестве людей, которые погибли, не имеют никакого смысла. Те, кто выжил, пытаются добиться хоть какой-то компенсации. Сначала люди боролись с большой водой, теперь с бюрократией. Справка дана в том, что домовладение, в котором она проживает, находилось в зоне затопления на территории Крымского района по адресу город Крымск, улица Фурманова, 27 июля 2012 года. И вот с 9 до 2 дня я стояла в очереди за вот этой справочкой. Мне еще нужно поехать сейчас ее подписать и поставить печать. В семье Светланы от наживой все спаслись. Неделю назад ей казалось, уж самое страшное точно позади. Я вообще считаюсь одинокой мамой с двумя детьми. Но вот сыну 19 лет. Вот нам, что вот, занесла кресло, вот которое потонуло, я занесла кресло и сплю в нем, потому что спать на полу невозможно. Ну вот подушки сегодня дали, сегодня одеяна дали. Часть гуманитарной помощи по домам развозят волонтеры. Вот парни привезли жителям многоэтажки, продукты и газовую плитку. От властей жители центральной улицы Ленина помощи пока не дождались. Власти в городе, как вы заметили, нету совершенно. Они пытаются создать иллюзию власти. Поставили на каждом перекрестке по сотрудникам ДПС. Причем не место. Патрулируют улицы, но тем не менее никогда ни во что не вмешиваются. Мне знаете, что сказали замы? Вот Крудько, где этот Крудько? Снять его нам! Чего он прячется? Его зам мне, знаете, что сказал? Сегодня суббота, воскресенье. Вы хотите завтра приходить и деньги получать по почте, блядь! Какие почты? Извините, я не буду ругаться. Не буду. Вы сейчас за что отвечаете? Я сейчас от вас лично. От вас лично требую всех конкретно действий. Электрон-ФМ. Голос нашего города. Этот голос города после трагедии кто-то постоянно хочет заглушить. Сначала радиостанцию отключали от передающей антенны, а затем электрон оставили без электричества. Ага, нас отключили. Попускай человек полисит на линии. Сейчас придут жанр. Ага, нас отключили. Нас отключили, мы не можем работать больше. От здания администрации до радиостанции 300 метров. Но для чиновников это непреодолимый путь. Ни одна служба, которая отвечает за сбор документов. Никто нам не принес даже для защитки этот список, какие документы нужно принести. Нас просто здесь игнорируют. Какое-то целенаправленное огнобление здесь идет со стороны администрации, даже краевой администрации. Нас как будто здесь нет. Народ сейчас толпится около всех этих кабинетов. Он не знает, к кому обращаться, потому что постоянно идет отфутболивание. Люди не получают информацию. 7 километров от Крымска. Станица Нижнебаканская. Она одной из первых приняла удар стихии. Но в новостях ее упоминают редко. Вот я тоже удивляюсь. Почему только про Крымск? Я вчера в Крымск проехала. Там по две, по три бригады работают на каждом доме. Сюда приезжаю, здесь никого нет. Абсолютно никого нет. Я вот это тоже хотела бы знать. Почта в Нижнебаканской начала работать на следующий день после трагедии. Именно сюда из Крымска поступают деньги и списки людей, которым положена компенсация. В бумагах оказываются и те, кому материальная помощь давно не нужна. Только раздали 23 человека. Прислали нам список. Мы все вчера разнесли. Всем людям. Один человек был умерший, но он давно умер. Просто прописан. Получается, выдают только по прописке людям. Кто прописан в доме, тем и выдают. Жители Нижнебаканской не уверены, получат ли они положенную по закону компенсацию. У многих документы утонули. И не все члены семьи были прописаны в доме. Люди готовятся к судебным тяжбам. Сейчас пришли комиссия. Теперь мне, чтобы получить деньги, у меня утонуло все. Мне надо судиться, чтобы получить деньги. Ублюдок ткать, ублюдок. 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Такая сумма выделена по распоряжению правительства Российской Федерации на оказание помощи пострадавшему населению Краснодарского края. По данным МЧС России, на 18 июля всего произведено 45 154 выплаты. 33 тысячи из них в размере 10 тысяч рублей. Сумму от 100 до 150 тысяч рублей получили 8 877 пострадавших. И в размере от 1 до 2 миллионов рублей произведено 82 выплаты. В администрации края уверяют, для выдачи финансовой помощи развернуто 9 стационарных и 7 передвижных пунктов. В затопленных районах, как в игре, поле чудес. Одним удается получить деньги, а другие пропускают ход. После заводения, сказал, хочу вам на понедельник выдать деньги. Какой сегодня день? В четверг. Вот копейки, нам люди день не дают. Мы сейчас тысячу рублей дали, спасибо. Везут. Уровень бюрократии в Крымске чудовищен. С административной глупостью и непониманием ежедневно здесь сталкиваются и волонтеры. Очень странно ведет себя государство, когда приезжает представитель прокуратуры и говорит, так, вы здесь вот волонтер, вот вы здесь. От какой организации? Ты ему говоришь, ну как у него, от какой я сам по себе приехал. А что это ты сам по себе приехал? Ну все-таки от какой организации? Давай что-нибудь запишем. А потом, когда он же понимает, что действительно сами, начинается столбняк и такой вопрос, что а как же вы так быстро сумели самоорганизоваться? За те дни, что мы работали без каких-либо государственных препонов, мы объехали 157 точек, раздавая людям гуманитарную помощь и разгребли 41 дом. За вчерашний день мы смогли объехать 20, потому что одна анкета, которую нам принесли сверху, заполняется 20 минут. Во время бедствия абсурдные действия краевых властей только усугубляют ситуацию. Масштабы бюрократии растут, волокита с документами бьет по нервам местных жителей. Когда дома и улицы очистят, волонтеры уедут, а новость о Крымске умрет в телеэфире, тогда людям придется в одиночку бороться с непредсказуемой природой власти. Я не знаю теперь, что нам делать, куда нам обращаться, я тоже не знаю.